Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 21 стиха. Родить же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Толкование блаженного Феофилакта В всех словах показывается, как высоко это спасение, ибо благовествуется освобождение не от чувственных браний, не от плена варварского, но что гораздо важнее всего, освобождение от грехов, от которых прежде никто не мог освободить. Здесь ангел показывает, что рождающийся есть Сын Божий, ибо кроме божественного существа никто другой не мог отпустить грехов. Итак, получив такой дар, примем все меры, чтобы не поругать такого благодеяния. Если грехи наши достойны были наказания и прежде сей чести, то тем более после всего неизреченного благодеяния. И это, говорю теперь не без причины, но потому что вижу, что многие после крещения живут небрежно некрещенных и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Посему ни на торжеще, ни в церкви, ни скоро различишь, кто верующий и кто неверующий. Разве только, когда, присутствуя при совершении таинств, увидишь, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Но надлежало бы отличаться не по месту, а по делам, ибо достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам. А наши достоинства надобно распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн, но и по новой жизни и богоугодным делам. Верующий должен быть светильником мира и солью земли. А если ты не светишь и себе, не предотвращаешь и собственной гнилости, то почему нам узнать, что ты истинный христианин и достойно причащаешься святых тайн, но причащаясь только по обычаю, ты уготовляешь в душе свои многие муки. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что сам прибавил к тому. «Надобно, чтобы он по всему был виден и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу, а более всего по добрым делам. Сказал же я осемь для того, чтобы нам творить добрые дела не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас и украшать себе имя для угождения Богу. А теперь, с которой стороны, не стараясь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту, я вижу тебя на конских ресталищах и в театрах, вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, составляешь злые толки в худых сходбищах и сообщаешься с людьми развратными. Хочу ли заключать о тебе по виду твоего лица, опять вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеиваешься, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде, вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта или по спутникам твоим. Ты вводишь за собой тунеядцев и льстецов. По словам, слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного в нашей жизни. По твоему столу здесь открывается еще более причин к осуждению. О подобных таких людях говорит апостол. Их Бог чрева. Филиппийцам 3.19 Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный христианин, когда все исчисленное мною и другое многое уверяет в противном? И что говорю, верный христианин, даже и того, человек ли ты, не могу узнать подлинно. Ибо стучишь ты ногою, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, насыщаешь тело, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, пронырлив, как лисица, хранишь себе яд злобы, как аспит и ехидна, враждуешь на братьев, как демон лукавый. Как я могу счесть тебя за человека, не видя в тебе свойства естества человеческого? Ища образа верного христианина, не могу найти разности даже между человеком и зверем. Чем же назову тебя зверем? Но у каждого зверя один какой-нибудь из сих пороков. А ты, совокупив себе все означенные пороки, далеко превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя демоном? Но демон не служит неистовству чрева и не жаждет денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и демонов, ну скажи мне, как могу назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, но как назову тебя верным? А что всего хуже, находясь в столь худом состоянии, мы не думаем о безобразии своей души, не имеем понятия о ее гнусности. Итак, умоляю вас, не оставайтесь зверями. Ежели раб не входит в дом отца, то как можешь вступить в двери его ты, будучи зверем? И что говорю зверем? Такой человек хуже всякого зверя. Зверь, хотя по природе дик, однако часто посредством человеческого искусства делается кротким. А ты изменяешь природное им зверство не в свойственную их природе кротость, а свою природную кротость изменяешь неестественно, а тебе зверство. Дикого по природе делаешь смиренным, а себя кроткого по природе против природы делаешь диким. Льва укращаешь и делаешь ручным, а своему телу попускаешь быть неукротимее льва. В отношении к укращению зверей два затруднения, препятствующие их укращению. Во-первых, то, что зверь лишен разума. Во-вторых, то, что зверство в нем есть природное свойство. Несмотря на это, по избытку данной тебе от Бога мудрости ты преодолеваешь их природу. Как же ты, преодолевая зверя к природу, в себе самом по собственной воле не сохраняешь природного добра, данного тебе от Бога? Если бы Бог заповедал тебе сделать кротким другого человека, ты не почел бы его заповеди невозможную, хотя и мог бы ему возвратить, что ты не господин, возразить, что ты не господин чужой воли, и что он не зависит от тебя. Но теперь, когда он убеждает тебя укротить собственного твоего зверя, над которым ты полный господин, то чем можешь оправдаться, не укращая своей природы? Какое можешь представить извинением, когда из льва делаешь человека, а сам из человека делаешься львом? Диких зверей доводишь до одинакового с человеками благородства, а себя саму не извергаешь с царского престола. Знай, если желаешь, что гнев есть зверь и лев. Посему, возлюбленный, сколько другие усиливались над украшением львов, столько и ты с усердием старайся соделывать себя тихим и кротким, ибо и гнев имеет страшные зубы и когти. Если не укротишь его, то он погубит все добрые дела твои. Он не только вредит телу, но еще более расстраивает здравие души, поедая, терзая, растлевая всю силу ее, ибо каждая страсть, оставаясь в душе, немилостиво поедает нас каждый день. Лев, когда насытится, уходит, а страсти никогда не насыщаются и не отступают, доколе не отдадут пойманного ими человека дьяволу. Я говорю это не только о гневе, но и о всех других страстях. Кто какой страстью увлекается, тот от нее и погибает. Мы увлекаемся не одной какой-либо страстью, но постоянно служим многим страстям. И похищаем чужое, и обижаем, и собираем неправедное богатство, и презираем нищих и убогих, и ненавидим ближнего, и предаемся тщеславию, желаю всех быть в славе. Но для души нет никакой пользы от этой славы, ибо она тщетна. Она потому и называется тщеславием, что ничего не приносит. «Ежели презришь всю суету мира, будешь драгоценнее целого мира, подобно тем святым, которых весь мир не был достоин». Евреям 2.38 Итак, чтобы тебе соделаться достойным Царства Небесного, презирай настоящее. Тогда и здесь получишь большую славу, и насладишься будущими благами. По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава бесконечные веки. Аминь. И створение Иоанна Златоуста. И далее ваши комментарии. То есть до этого ты считал Иоанна Златоуста? Да. Как будто сегодня это все. Вот если я скажу это, это никак не принимается. Но когда в конце сказал, что-то патриарх сказал, что духовная развалина, все священники, ну тогда так и есть. А до этого прям яростно. Да нет, да монастыри строят, какие развалины. Церковь растет. Вот если я это прочитаю, просто скажу, буду говорить. Я, наверное, на память это могу рассказать. И говорить буду так, как будто это я говорю. Не в жизни. Что вы хулить? Это православная церковь. Тут столько монахов сейчас, монастыри открываются. Но когда в конце скажу, в кавычке закрыты, говорит Иоанн Златоуст. Все соглашаются. Вот как устроено. То есть человек живет не в Духе Божьем. Отклик нет на слова Духа Божия. А именно смотрит на человеческий авторитет или величие его. Ну какое же это христианство? Ну дальше комментарии. Комментарии. Пятый век христианства. Центр православия. Константинополь. Самый знаменитый проповедник за всю историю христианства. Сколько сетований в словах архипастыря о позорном состоянии его прихожан. С момента объявления христианства государственной религии номинальные христиане заполнили церковь. Превратив ее в зверинец как говорит святитель. Я не вижу людей а вижу стадо лошадей и свиней. Уже тогда духовно-первоапостольский опыт обращения ко Христу рождение свыше истинный вход в церковь через духовное перерождение во Христе были неизвестны и забыты почти всеми. Остались механические действия крещения и причащения. Правда, тогда это крещение совершалось по канонам полным троекратным погружением человека в воду, а причастие мирянам подавалось раздельно в руку. Тело Христово в виде хлеба уносили домой. Самая трагическая, погибельная, смертельная ошибка была допущена при императоре Константине. Это неправильный вход в церковь через механическое действие, через крещение. Крещение же, согласно Библии, должно быть завершающим действием, актом после истинного покаяния и научения в течение не менее трех лет. Получение дара Духа Святого также было заменено видимым действием миропомазания. А это далеко не одно и то же. Деяние 2.38 Петр же сказал им «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Святые отцы все до единого признавали институт оглашенных и выделяли их в особый класс. Иоанн Златоуст в составленной им литургией вводит специально время, когда оглашенные могут присутствовать, после чего они выводятся. Оглашенные из Эдите произносятся трижды громко во всеуслышание. Согласно изъяснению святых мужей, таких как Симеон Солунский, дьякон обязан в это время тщательно проверить, нет ли в храме посторонних людей. Остаются только верные, допущенные до причастия. После этого еще дважды будет возглас «Двери, двери!» и предверник снова обязан проверить, хорошо ли заперты двери, нет ли кого из посторонних, отлученных за грех. Звук этот остался и сегодня. Великий святитель Иоанн о подобном сегодняшнем действии говорит, что это всего лишь звук, вводящий других заблуждения, ничего не значащий. Если бы сегодня была поставлена задача соответствовать тому, что написано в Новом Завете, тому, как это истолковали святые мужи, и чтобы непременно это было выполнено, они просто сотрясали воздух диаконским языком. И добавлено, что литургию нельзя совершать без выполнения этих слов. То, положа руку на сердце перед Богом, мы должны признать, что бескровная жертва сегодня же прекратится почти повсеместно. В 999 храмах из тысячи, быть может. Первая Коринфянам 9, 26. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Как в проповедях Иоанна Златоуста, так и в толкованиях блаженного Фефилакта очень зримо представлено, что крещение уже тогда стояло не на своем месте, что его совершали над посторонними людьми. И в этих словах очень ясно видно, что они ничего с этим поделать не могли уже тогда и горько об этом сетовали. А выход был, как и сегодня, произвести полную перерегистрацию церкви. Все начать с нуля. Непрерывная проповедь, научение, постоянно и всюду. И начать запускать в храм только после искреннего обращения ко Христу. 2 Тимофея 4.2 «Проповедуй слово, настоив вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Комментарии закончились. Мне вспоминается стихотворение Храпова, когда советская власть все несчастья, аварии, все скрывали. Ни по телевизору, ни по радио, ни в газетах, ничего не писали. Ашхабад. Землетрясение. Погибло 120 тысяч, сегодня говорят. И ни одной строчки ничего нет. Было землетрясение всего. Вот такое было, чтобы скрывать, потому что статистика была какая, потом скрывали. Убиты там миллионы людей были. Сразу видно было, что это драконовая власть. Демоны вырвались на свободу. И они таким образом составили железный занавес. Мы что-то узнавали, прислушивались, глушители стояли, радио говорит, у-у-у-у на этой волне. И можно было где-то сбоку нащупать. Ну, видимо, не все могли захлестнуть. Эта струйка воды свежего воздуха прорывалась. Он пишет, земля тряслась. Волною колебания было прокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющая, рано обнажив. Здесь многие уж были, несомненно, и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именах и датах. То экскурсанты записи вели. Мол, были здесь такие-то, тогда-то. Да, были. Посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети до этих пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое востребление и желание должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание сейсмографы Господней по церквам. Вот здесь видны проломы в Доме Божьем. А там сошли с фундамента столпы. И гнется трость предутонченной ложи. И вновь Христос хулится средь толпы. О, как нужны теперь нам христиане, которые могли бы повторить. Я приложу все силы и старания, чтоб Божий дом опять восстановить. Поменьше б тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни. Поменьше б тех, кому одно лишь нужно, чтоб в списках общин числились они. Вот это как раз и говорит о том, какой же царь Константин равноапостольный, когда в его жизни вообще нет ни одного дня, ни одного часа, ни одного шага, похожего на апостольский. В какой момент он стал равноапостольным? В момент смерти, но перед смертью он принял крещение от еретика, от еретического епископа, говорит Евсевия. Когда он обратился, он продолжал так же воевать. В какой именно момент, никто не может сказать. Когда он обратился, когда стал христианином? Христианином человек делается после принятия крещения. И мусульмане еще как-то терпят человек, как он обратился, нет. Но если он принимает крещение, это рубеж, из-за которого возврата нет. Крещение. То есть человек, выныривая из воды, рождается ли новой жизни. Сегодня ничего этого нет. Почему можем узнать верных? Златоуст говорит. Только по причащению. Потому что одни в это время выводятся, соглашенные выходите, изъедите. А верные причащаются. Но сегодня и поэтому нельзя узнать. Подряд всех причащают. То есть состояние, о котором говорит Иоанн Златоуст, оно не только сегодня такое-то, оно еще хуже многократно. И при том в это состояние попадают священники, да патриархов. Они не знают Бога. Я вот сколько считаю, о патриархе читал Алексей Второй, не говоря там еще раньше были, они не могут в своей биографии, и те, которые о них пишут, указать, где момент у них встречи со Христом был. Ну он ходил, пленных причащал Алексей Второй Ридигер с отцом вместе. Какое отношение это имеет к рождению свыше? Момент рождения – это крик. Это показалось рука красная с нитью. Может задержаться еще, говорится, затянуть обратно в утробу. Но он рождается в этот же день. А может быть рождение годами. Не знаю такого рождения. Я знаю, день, два, дальше смерть наступает. Оно есть или нет? Хочется сказать, что я рожден, как священники слышат это, а я рожден когда? А вот когда меня миром помазали, ну и когда мокрой ладонью там священник прикоснулся к голове или стукнул по лбу. У нас все извращено. И поэтому рождение сект обоснованно. Имеют объяснение этому. Почему? Потому что они видят, церковь полностью обмерщилась. Совершенно не отличается от мира. Из посторонних никто не смел пристать в церковь. 5.43 Деяния апостолов. Никто. И весь народ прославлял Бога. Ничего этого нет. Я постоянно об этом говорю. Постоянно. Молодые люди причащаются. Они ничем не отличаются. Когда страна была повержена к ногам кашпировского чумака, все затмили рериховцы, блаватские. В этом участвовали и священнослужители. Болеют, исцеления нет. Соборуются, исцеления нет. Каются, причащаются, исцеления нет. Это как хуже делается. Давайте заряженную воду теперь пить. Я с такими разговаривал и неоднократно. Истинного покаяния нет. Вы обратились к демоническим силам. Ну ведь помогало же. Он свое давит уже. Дьявол тоже делает и помогает. Болезнь перекидывается с одного органа на другой. Отнимает веру. Это отражается на детях. Люди ничего не могут исследовать. Вот я болею, я вот болею. Никто не знает, что я болею. Я благодарю Бога, но никуда она во мне. Я его пережигаю молитвой. Пережигаю. Вот мы в РАЗе, это вагоноремонтный завод в Барнауле. Там работы большие были. И вот чтобы освещение было, осветительные фонари называются над серединой корпуса. Идут такие, стоят там везде как маленькие коридорчики из стекла. И мы стеклили. Стеклили железные клямеры. И к железным угольникам нужно стекло присоединить и прикрутить. 43 градуса голой рукой делать. Вот тогда сделали вверху обогреватель. Мощные такие обогреватели стоят. Забежишь туда, руки туда. Например, 43 градуса. Забегаю, и здесь 60 градусов тепло. И опять туда. День человека списывает. День его нет. Он не может больше выдержать. Я работаю неделю, работаю вторую неделю, пока не застеклили. Я верующий, не могу лукавить. И у меня поражение нервная система. Нервная система. У меня руки повисли. Я не могу ими шевелить. Они у меня на перевязи были. Меня лечат. Разными способами. Там и электрофорез какой-то. И парафиновые такие. Плиты разогревают, накладывают. Комиссовали. Вторая, кажется, группа была. Совершенно. Списанный человек был. Никакого больше лекарства нет. Я списанный. Я только молюсь. И вдруг, я не знаю, утром или вечером, лежу, пальцы шевелятся, руки мои шевелятся. И по сегодняшний день, вот она, смотри. Вот. Передаю тебе плов кошкам. Она на улице была мокрая. Сегодня дождь был. Это мышатники. Ночью охотятся. Где? Вот как надо работать. У меня вокруг меня все работают. Кто есть? И кошки, и все. Если она днем ложится, где поспала, я по графику смотрю. Я ее на улице не ловим и шею. С чего тут зря лежать? Поэтому всем трудно рядом со мной. А со златоустом было легко. Притом, я это не думаю об этом. У меня оно само получается. Вот сейчас мы были в Барнауле вчера. Картошку отвезли на нашей газельке. Вот. Я там сказал. Вот у нас в деревне Дьяхон, он совершенно как парализованный. Обладаемый сильнейшими демонами лжи. Лжи. И осуждения. Просто свирепый такой демон, который. Он не понимает этого. Я сказал, согласны на нее молиться? Все согласны. А в деревню вчера я проехал, всем наказал. Идите к нему. И все умоляйте его. Говорите ему. Дорогой брат Евгений. Ну, воскресенье веди занятия. Я веду занятия. Он на занятия не ходит. В субботу почти никогда его в церкви нет. И все что-то подыскивается, выискивает. Кого там много. Пьют там они с друзьями. Шашлыки эти там с Мишей Никитиным. Там с отступниками, с блудниками, с ворами. Со всеми сходятся. Кого бы они не увидели. И не нужны никто ему здесь церковники. Церковное ничего не нужно. Ну, и бросать его нельзя. Это диакон был. Он сейчас не диакон. Диакон, но он никогда не будет больше диаконом. У него случилось такое, что нельзя ему больше быть. Григорий Ницкий, пятое правило, запрещает ему быть диаконом. Я целую операцию сейчас разработал. Вчера всех в деревню предупредил, что по одному к нему шли сегодня. И говорили в воскресенье. Пожалуйста, пожалуйста, дорогой брат, проведи занятие-то. И он что выставил? На первое место сразу у него выползла ненависть. Я это знал в расчете на то, что пойдут. И что он скажет? Он первый постал. Ну, это знаю Игнатий. Я занятия, так сказать, проводил бы, если бы он выехал отсюда. Значит, ненависть такая, что в моем присутствии все убивает в нем. И чтобы это не снималось на видео нигде. Как огня боятся сами себя. Сегодня я скажу, все условия приняты, меня не будет. Но он не будет вести. Вот в чем суть-то. Не будет. Последнее, что он выдвинул, этого не будет. Я тогда скажу, тогда за мной приедете. Тогда у него выбиты все основания. Он этим тешится. Но зимой меня здесь нету. Батюшка ведет занятия. Вот Виктор Николаевич сидит. Ведет занятия. Он смотреть не может. Говорит. Бог поражает их. Поражает страшными наказаниями. Договорить даже пока нельзя. Хотя я уже свободен. Потому что он начинает в этом винить других и меня. И я сказал, я объявлю перед всем миром. Какая причина? Причина в доме. Почему то и то случилось у него? Мне не надо, не надо, теща. Он совсем тогда что-нибудь с собой вроде сделает. Ну, ладно тогда. Ну, он развязал мне руки и язык. Потому что он обвиняет в смерти сына своего. В смерти сына всех. Если бы был не здесь, то сын бы не погиб. 15-летний сын. Понимаешь? Дальше и говорит страшно даже. О таком преступлении. Невольное там. Я даже нигде не читал в литературе. Ему надо только плакать и молиться. Несчастье приближает человека к Богу. Вот. И видя вот это состояние, как ведут себя. Пришли на богослужение там. От Виталия Устинова двое Илья Исавова. От этого Устинова Никиты. Собрание, когда они никогда не остаются. Они там учатся. Пять минут, я говорю, пять минут, я объявление дам, чтобы знали. Им это не надо. Они мирские люди. У них нет ни веры, ни страха Божия, ни желания исследовать Слово Божие. Нету. Но они приходят, причащаются. Батюшка причащает. Кого ты причащаешь-то? Кого? Златоуст говорит, тело мое, вот это вот, отдам лучше собакам. Вон она, собака лежит. Псам. Чтобы они съели его. Нежели тело Господне, недостойно причащающемуся. Потому многие больные немало умирает. Вот вчера я беседовал с Серафимой Гавриловной, ей 87 лет. Она говорит, я тоже это поняла. Вот я хотела пойти сказать ему, там ты вот, с него сан не снятый. Он не лишен благодати. Навсегда при том. Никакого срока давности нету. Никогда это диакон уже с кадилом ходить не будет, священником никогда не может. Правила Григория Низского, пятая, намертво запрещает это. Он лишен благодати. Но он не лишен благодати спасительной. Верить во Христа, другим говорить. Говорить другим о Христе нет такого правила запрещающего. Он полностью ушел, сидит в телевизор, смотрит 32 программы и нигде не вылазит. Нигде его нету. Только одно выискивает где-то и худые молвы распускает. Батюшка не такой. Поэтому я не прищищаюсь. Он не прищищается. Он в алтаре может прищищаться. Батюшка не такой. За батюшкой что-то ищет. Ну, про меня говорить не надо. Я надоедаю, побуждаю его, останавливаю. Батюшка не такой. Брат такой, не такой. Все они такие нигде. Там мощнейшие, может быть, легион демонов, которые заведуют осуждением. Я думаю, сегодня, завтра, завтра будет поставлена точка в 12.00. Когда он не придет, я скажу тогда, людям хочется занятия, они придут, и там я это все опубликую. Я вот когда считаю, это мне такое близкое, такое дорогое. Я вижу это то, что сегодня. И Златоуст этим мучился. Он искал выхода, не находил. Ничего нельзя было сделать. Почему? В самом начале неправильно, обращения не было. Вот это официальная религия, у вас официальность. Вот такой, вот как у нас говорим, он немыслимый у баптиста. Чтобы он был членом, и считали его диаконом. Я знаю отделенных баптистов, я только про них говорю. Других я знаю, но знаю, что там заблуждения много больше. И у адвентистов седьмого дня такого не потерпят. Про харизматов я никогда не говорю, потому что там стопроцентное обеснование всех. От основания до вершины пирамиды. Но есть такие, которые вот у нас как баптисты, так называемые, незарегистрированные. Инициативная группа тогда была, где Григорий Георгий Винц был. Вот где там Николай Храпов погиб. Такие, которые действительно жизнью жертвовали. Прямо жили первоапостольски. Но они не церковь. Потому что нет рукоположенного пастырства. Это мы блаженного пифилакта проходим. Для того, чтобы люди узнали это толкование. Меня многие об этом просят. Как они это воспримут? Бог его знает. Знать, помнить это можно только тогда, я так понимаю, когда ты не головой это соображаешь. Вот что-нибудь у нас делается потом. А как мы подумали это делать? Я даже не думал. Я знал, что надо. А дальше я прошу. Вот убирают люди. Какие людям наказы дают? Православные. Какие? Ну ты соборовалась, соборовалась. Я записал целый ролик. Были у Александры Ивановны Чернявской. Где-то ей 80 примерно 6 лет. Муж у ней 2 года назад умер, Иван Семенович. Инвалид 2 группы Отечественной войны. Его биография открытым оком. 15 том и ее, как она обратилась. Ну она упала, сломала руку, шейку бедра. И теперь ей не встать. Даже больницу не взяли. И мы с ней поговорили. Я ей говорю, что когда ты отойдешь ко Господу, она причащается, глубокая вера в Господа есть. Я этот ролик выставлю. То там ты найди святых, чтобы ходатайствовали. И сама Господу скажи, что мы нуждаемся вот в этом-то. Чтобы Господь нашел хороших людей и прислал сюда, которые хотели бы жить здесь, на селе и слушаться закона Божия, быть послушанием и прочее. Она не ожидала. Она думала, как одна умирала, я просил, чтобы она по ходатайствовала. Там к Николе Щедотворцу подошла. У меня не хватало денег на первую книгу. Первая у меня книга была, это ее здесь я не вижу, стихи. Церковь, свобода, тюрьма. Она, это наша сестра, была очень активная. Когда я готовил эту книгу, то я название не знал, какое дать. Ну и всем объявил, какое название дать стихам. Часть стихов написана была мной в тюрьме, когда два срока я сидел в 80-м. Тогда я понемногу там был. И в 86-м году, вот она эта книга, вот какая она. Здесь стихи. Первая, там где-то 314 стихов. Часть стихов, вот Виктор Николаевич положил на музыку. Вот он, одно стихотворение на музыку барабаш положил. Они поются у нас, у нас где-то 80 с лишним стихов. И сам на гитаре исполняет. Вот они здесь стихи. Это где-то 320 страниц. И мне выкупить было не на что ее. Она в мягком переплете, на льняной основе корочки. Вот, церковь, свобода, тюрьма. Это 2002-й был. В 2009-м где-то я закончил издание книг. 38 книг вышло, вот они. А остальные у меня почти все. По 752 страницы книги. Видите как вот. Церковь, свобода, тюрьма. Я наказал этой сестре Егоренко, Надежда Павловна. Ты там попроси его, чтобы мне золотишко подкинул тут. Выкупить книги. Так и получилось. На 40-й день приходит человек с акваяжиком и говорит. Вы говорили, деньги нужны. Я вам дам. Но одно условие, чтобы никто не знал, что я вам дал денег. Он предприниматель. Я узнал, что он честным делом занимается. Там один приносил деньги мне. Солидная сумма. Но он магазинами книжными и там такие и хорошие книги. Я не взял деньги. Я говорю, на строительство церкви я не могу. И потратить на бедных я могу взять. А у этого на книги взял. И я уже к вечеру книгу выкупил. И Маркер Экспресс газета печатала статью и называлась «Помощь того света». Все знали об этом. Все об этом молились и звонили. Ну что, что? Ничего нет. 40-й день ничего нет. И после обеда или перед обедом сейчас могу даже не точно сказать. Этот человек пришел. Пришел, потом мы с ним подружились даже. Но его сейчас нет, он и просто исчез. Неоднократно потом он помогал мне. Это Господь так делает. Помощь того света. Надо верить. А как я прихожу к этим новым деяниям таким? Никак. И на молитве. И Бог вдруг внезапно побуждает вчера. Об Евгении надо усилить молитву. Вот брат у меня тут, Павел, его за пьянку выселили отсюда. Ну и выселили. Он злобится на всех. Что делать? И вдруг у меня на сердце прямо на молитве было, что сделать то-то и то-то, собрать то-то, вот так-то ему помочь. И припомнить его добрые дела. Он трудяга. Очень много сделал для лагеря. Там лошадку его мы брали. Провода вот эти на столбы лазить. Это он все помогал. Мне лари такие варил. Балерину помогал. Это все его работа. Голубятню. У него колодец. У него талия поднимал эти кольца бетонные. Ну то есть, куда ни глянешь, он везде помогал. Он трудяга. Но вот это дело его губит. И разделились полностью. Он озлобился. Озлобившись обратно, неприступные крепости. Ну, вот я решил такую операцию сделать. И передать через другие. Говорят, о, он теперь еще больше озлобится. Об этом я не думаю. О последствиях я никогда не думаю. Почему? Я знаю, что доброе дело, помочь человеку. Я ему положил там то-то, то-то. И, ну там, что у меня было, помочь. Вот. А он истолкует по-другому. А я написал, насколько миллионов мы пожертвовали. А он-то считает, что я, ну я книгами пожертвовал. Он теперь спать не будет. Другим будет говорить. Они там обирают других, жируют и прочее. Ну и что? Это его, а это мое. А вот я сделаю, а теперь этот диаконт Евгений еще сильнее будет, злобится, всякие клеветы распускать. Это его. Мое дело такое, всех поднять на молитву и упросить его, чтобы вел занятия. Все, я ухожу с экрана. Меня там больше не будет. Он перетолкует, он все перетолковывает. Все абсолютно, у него извращенное в головах. Вот это я не думаю. Я знаю, написано, сына надо наказывать. Он его не наказывает второго. Значит, и этот будет потерян. Написано, не жалей розги. А его там, я не буду наказывать детей, это он сказал. Но они зверонравные такие растут. Даже вот Виктор Николаевич, рядом сидит, Савченко, он написал характеристику при жизни еще погибшего сына. Как он в школе ведет себя безобразно. Какой он растет наглый. Да, конечно, это Игнатий написал. Да я, разве знаешь, что в школе делается? То есть, он подписался сам в книге помещенной. Никаких. У него своя мысль, как черная гнилая заноза. И он это в этом ракурсе только все видит и говорит. Что бы я где ни сделал, я стихотворение написал. Как ребенок невоспитанный вырастает, каким делается. И пришел ему дал, да, там много намеков. Там как бы о его двоих сыновьях. Но не наказано одноком, ни фамилии, ни места, ничего не говорится. Он пренебрег и бросил. И второй рядом через дорогу живет Никитин Михаил Витальевич. И сын Артемия растет. Матерится в школах и везде. Я ему дал. Но когда погиб этот сын, это стихотворение, пять лет назад данное, всплыло. Так он там рвет и метает. Там прямо угрозы у меня были, там нет него, даже от родственников. Угрозы. Там такое опубликуем, там напишем, а ничего у них нет. Если бы я знал свои грехи, я бы не вышел перед народом. И он всякую гадость говорит. И теперь за это стихотворение обижается. Почему тогда ты не обратил внимания? Это собирательный образ. Да, действительно, там восемь пунктов полностью подходят к его сыновьям. Но там где-то девять пунктов, которые не подходят к ним совсем. Они этого не видят. Они как побутились от злобы. Родственники. А вы о нем написали? А вы о нем? Там меня даже Татьяна, их родственница, родная сестра их жены допрашивала. А вам зачем это знать? Вы читайте и берите. У вас второй подрастает такой же. И ему грозит не что-то, а великое наказание при такой жизни. Вот тогда мы вот эти слова Золотолуста поймем. Тогда мы будем жить, как здесь написано. Ну, сегодня у нас 28 сентября 2013 года. Братья наши сегодня собираются вот с Владимиром ехать к родственникам, к Виктору. Это Завьяловский район, село Гелевка. И там люди должны собраться. Может быть, священник будет. В Завьялово собраться. В Завьялово. Ну, не знаю, будет, не будет. Потому что священник этот очень был против. Ну, поехать надо. Все подготовлено. Сестра его, Ольга Николаевна, должна там собрать людей. И завтра, в воскресенье, они там будут сегодня. Спасибо, Христос. Слава Христу. У меня нога отнимается, когда я отсажусь. Вот, мы заканчиваем. Ой, ровно в шесть. Интересно, как нога требует разминки. Ну, что, Шарик? Последнее известие надо послушать. Ох, ты песик мой. Ой, смотри, что делается. Новое время. Послушаем. Информационная программа «Вести». Послушаем «Вести». Здравствуйте. В студии Дмитрий Борисов. В этом выпуске полная неожиданность. Президенты США и Ирана поговорили впервые за 34 года. Причем позвонил первым Барак Обама. Белград засылает горячего. Его обвиняют в организации громких убийств в России. Все нужно исправить. Президент Академии наук фортов уверен, что скандальный закон о реформе Иран позволит развивать науку подробности для им. В ГАКе началось заседание исполнительного комитета организации по запрещению химического оружия. Руководитель пресс-службы организации Майкл Лохан сообщил о ТАРТА, что оно будет очень коротким. И как только что передал агентство и ТАРТА, с исполком одобрил план по уничтожению химического оружия в Сирии. Через час Совете Безопасности ООН намечено голосование по российско-американскому проекту резолюции, которая должна поддержать решение организации по запрещению химического оружия о процедурах уничтожения отравляющих веществ в Сирии. Глава Медроссии Сергей Лавров только что удалился на министерскую встречу ООН по подготовке к международной конференции по Сирии. Также в кабинет Генсек ООН Пангимуна проследовал госсекретарь США Джан Керри и представитель Всемирной организации Латхар. Наши известные мы узнали, теперь знаем о чем молиться. Вот отсидел ногу, просто как будто не моя нога. Еще отойдет. Готовимся.